дорогие друзья данное видео предусмотрено для тех кто уже имеет небольшой опыт такой небольшой опыт по ремонту стиральных машин и вот он решил заняться ремонтом стиральные машины мили особенно с заменой подшипников и в данном видео мой коллега делится секретами своими секретами в отношении снятия подшипника в стиральной машине мили номер телефона моего коллеги в кишиневе сейчас вот вы видите на экране а также можете обратиться к нему по поводу запчастей специальных на стиральную машину мили и можете также обратиться за советом конечно же лучше чтобы он был присутствовал чтобы он приехал к вам и проконсультировал вас по вашей стиральной машине мили и конечно же стиральная машина мили это стиральная машина которая на самом деле стоит того чтобы ее ремонтировать итак поехали всем добрый день хочу сейчас рассказать об одной распространенной проблеме заменой подшипников на стиральных машинках мили очень часто бывает так что опору барабана снимаем на оси остается подшипник бывает что с трудом но при помощи вот этого съемника можно его снять но бывает вот как сейчас у меня случай зацепил съемником подшипник прикладывал немалые усилия дате обойма разлетелась разлетелась обойма и осколок полетел мне прямо в очки разбил очки это еще раз хочу сказать о том что нужно соблюдать технику безопасности не забывайте было не раз уже такое что осколки вылетали как пуля так как обойма каленая металл на подшипниках очень прочный но хрупкий поэтому нужно быть очень осторожными вот я предвидел что такое может произойти но к счастью осколок стекла мне еще в глаз не полетел практически очки меня спасли что теперь остается делать когда улетела это обойма за эту обойму съемником уже не зацепишь да и не вижу смысла потому что вообще не сдвинулась с места остается резать только болгаркой скорее всего из-за времени происходит диффузия металлов машинки около 20 лет и мили используют очень тугую посадку то есть посадку с натягом очень плотную и из этого скорее всего диффузия металлов снять эту обойму очень сложно вот сейчас буду резать болгаркой нужно будет очень аккуратно чтобы не повредить ось буду резать только с одной стороны и потом уже я думаю что не думаю она снимется все это проблематично ну вот что у меня получилось я сделал срез вот этот сейчас попробую снимать тут конечно опять же все не так уж просто но здесь уже заметно вот такая как трещинка пошла то есть уже какой то есть шанс снять эту обойму сейчас попробуем или съемником зацепить хотя обычно эти обоймы не цепляются съемником главное не повредить эту ось у меня это не совсем получилось все таки углубился я в нее может быть когда вы будете делать у вас получится лучше сейчас сделаю паузу попробую снять и потом покажу что получилось ну вот с горем пополам получилось зацепиться двумя лапками из трех съемником сейчас попробуем попробуем открыть опять же включено 17 нужно пошла родимая пошла вот она пошла пошла но сейчас выскочил уже никуда не денется от нас уже идет очень легко даже руками еще не сдается но еще не что никуда не денется никуда не денется но не сдается все равно наполовину слезло но все равно не хочет вот такие неупрямые подшипники эти вот такая вот эпопея что у нас получилось это кольца не гнившие полбитый сальный пол полбитый сальный пол болгаркой но в принципе это не страшно так как подшипник опять же в натяг сядет по всей оси и плюс я еще сажаю его на что резьбовой фиксатор фирмы лактайт очень выручает так что никуда этот подшипник не денется ну а теперь конечно уже дело техники осталось его только только поменять на этом все всем успехов если вам понравилось это видео то ставьте палец вверх если не понравилось то наоборот так же можете подписываться на канал на канал именно про стиральные машины также можете подписываться ссылка будет в конце это такой Человечек с ключиком задачок такой так что можете кликать на него и подписываться на канал про стиральные машины спасибо за внимание